Им по 90, но они по-прежнему молоды сердцем. Они пережили войну, послевоенные, голодные годы и перестроечные времена. Сегодня ветераны войны не скрывают слез радости, ведь над головой и мирное небо. Это значит, что жертвы были не напрасными. В преддверии 70-летия Великой Победы глава Чуваши вручил ветеранам юбилейные медали. Дмитрию Егорову было 17, когда его брата и отца забрали на фронт. Тогда он решил, что его место тоже в строю, несмотря на юный возраст и низкий рост. Меня не принимали в ряды Красной Армии. Я подкладывал газету в откидки, чтобы казаться выше, но тем не менее пришлось идти на хитрость, уговорить военного комиссара, чтобы он меня отправил на войну. Главное, чтобы о подвиге советских солдат помнило подрастающее поколение. Тогда история тех страшных лет не повторится, считает Дмитрий Егорович. Именно поэтому сегодня 90-летний ветеран все силы отдает патриотическому воспитанию молодежи и, несмотря на возраст, возглавляет общественную организацию. Юбилейные медали получили сегодня еще 35 ветеранов. Их поздравил глава республики. Мне приятно и в то же время волнительно сегодня вручить юбилейные медали. Сегодня в этом зале собрались люди, которых объединяет мужество, героизм и отвага. Нет на свете слов, которыми можно было бы выразить чувство благодарности вам, наши дорогие ветераны. Вы удивительные люди. Победив страшного врага, в мирное время совершили еще один подвиг. За короткое время восстановили страну из руин. В годы войны более 200 тысяч жителей Чувашии ушли на фронт. В это время в республике действовало несколько госпиталей. В них залечивали раны и снова вставали в строй сотни бойцов. Сегодня в Чувашии проживает 1550 ветеранов, участников Великой Отечественной войны.